Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Гапутина. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Прямая телефонная линия как маркер областных проблем. Председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко провел субботний интерактив с жителями первого региона. Ключевая роль в обеспечении экологической безопасности за местными органами власти. Брест на текущей неделе в рамках рабочей поездки посетила председатель Совета Республики Наталья Качанова. На выездном заседании были рассмотрены темы эффективного использования и охраны природных ресурсов через призму совместной работы природоохранных организаций и органов местного управления и самоуправления. С рабочим визитом первый регион посетила делегация Иркутской области. Программа совместной работы на территории Брещины была объемной и разнообразной. Восьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству, посещению крупных предприятий области, знакомство с образовательным и культурным потенциалом. Какие новые договоренности заключены в специальном репортаже Василины Буцкевичу. Волшебство новогоднего Бреста, удивительная ярмарка распродажа, уникальный каток и великолепное настроение брещан. Новый год уже совсем скоро. Об этих событиях и не только в эфире программы «Итоги недели». Мы начинаем. Ваш звонок может стать первым шагом в решении проблемы. Сегодня председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию с жителями первого региона. За три часа главе области поступило 20 вопросов от жителей Бреста – Брестского, Ляховического, Столинского, Пружанского и Каменецкого районов, городов Пинск и Микошевичи. В ходе телефонной беседы неравнодушные граждане области озвучили наболевшие вопросы, касающиеся их благополучия, развития инфраструктуры и решения актуальных проблем региона. Что сегодня волнует берестейцев и какие проблемы взяты на карандаш Юрия Шулейко, расскажет Василина Буцкевич. Проведение прямой телефонной линии способствует прозрачности и открытости управленческого аппарата. Мероприятие позволяет напрямую гражданам и главе области услышать друг друга и включить мнение и предложение берестейцев в процессы принятия решений, что незаменимо для эффективного и качественного управления регионом. Выполнение вопросов, да, есть статистика, порядка 20% из обращения, если взять не только мою ветвь власти, мы обязательно, так сказать, выходим на исполнение, потому что они имеют актуальную тему. Вы видите, вот с любого, моего там или моего заместителя, да, уровня приема вопросов, нам больше приходится все же иметь такое понятие, как разъяснение, потому что вопросы носят несколько раз одно и то же, различные инстанции, с теми, которые прекращена и переписка в то же время. Но, но, опять-таки, вот хорошая беседа сегодня, очень ровная такая, спокойная, и жители все по существу, ну, мало даже ругались, да, то есть чувствуется, что где-то там кто-то поблагодарил, но кто-то поставил актуальный вопрос. И он имеет под собой основания, потому что, ну, где-то кто-то или не хочет до конца вникнуть, или это, ну, влечет за собой какие-то последствия. За три часа Юрию Шулейко поступило 20 вопросов из Брестского, Ляховического, Столинского, Бружанского и Каменецкого районов, городов Пинск и Макашевичи. Девять из них от жителей Бреста. Среди проблем, которые поднимались на телефонной линии, ремонт дорог, электро- и газификация садовых товариществ-оселков, отопление жилых зданий, транспорт. Это магазин Березовка, который сгорел, да. Среди необычных вопросов от горожан отметили проблему жителей на улице Кирова. В жилом многоквартирном доме на первом этаже расположена грунтинг-студия. Ее посетители – четвероногие друзья – беспокоят жителей дома постоянным лаем. У нас рядом смежная квартира выведена из жилого фонда в нежилой. В ней размещается грунтинг-студия. В этой студии производятся услуги по стрижке собак, чистке там ногтей, зубов им. И мы каждый день, круглую неделю, слышим лай оттуда. Мы уже два года как обращаемся в администрации и Московского района, и в Брестский городсполком. Но нам отвечают, что эта деятельность грунтинг-студии не запрещена. Однако проживание в этих квартирах в процессе стрижки и всей деятельности этой грунтинг-студии не дает нам комфортных условий проживания. Я поручу, чтобы изучили здесь процедуру. Наверное, тут что-то есть и какой-то промах в законодательстве. Но мы ее поизучаем. Потому что целевое можно менять в данном случае, какие и тому подобное. Давайте мы разберемся. Бывают вопросы, которые находят мгновенное решение. Так, жительница Каменецкого района рассказала главе области, что арендует квартиру в доме, где пять лет назад проходил капитальный ремонт. Вместо новой двери ей поставили БУ. И теперь она не закрывается. Проблема была устранена прямо во время проведения телефонного приема. Что там с вами дверями, она будет закрываться. В сам понедельник приедут мастера. Будьте на месте, пожалуйста. Хорошо, хорошо, говорили, Виталий Дович. Спасибо большое, что вы слушали. А сейчас вы тоже на месте? Звоните. Я тоже на месте. Мы не слушали. Подводя итоги прямой телефонной линии, глава области отметил важность сотрудничества между государственными органами и населением, отметив, что только вместе можно достичь поставленных целей и решить возникшие проблемы. Температура на контроле, том сотки посмотрим, дороги там одно-второе сделали, свет включим, свет на даче рассмотрим, здравоохранение поедем. Разберемся со всеми моментами, которые сегодня по текучке и студенты там интересуются, и молодежь в том числе. Но вот инфраструктура, с чего мы начали сегодня, то, что сегодня государство четко понимает, что нужны дополнительные ресурсы сегодня на дорожно-транспортную сеть непосредственно. Ну и вот пошли хорошие отзывы. Раньше мы ходили пешком. Я хочу выразить большую благодарность Бресткову райисполкову Веры Хоружев-2. Они связались с транспортными службами, и мы теперь пешком не ходим. Где-то 6 километров пешком ходили. Вот с 1 декабря ходит маршрутка, 20-й А. И выразить благодарность председателю Кеневского холостейского совета. И вот за верхом уже два, они очень помогли. Их большое спасибо. Приятно в Новый год получать подарки, особенно чиновнику, чтобы и подчиненные работают хорошо. И вам огромное спасибо за понимание, то, что, так сказать, коллективно решили, обратились вовремя за необходимостью транспортного сообщения. Прямые телефонные линии проводятся городской и областной властью регулярно. Расписание можно найти на сайте ведомств. Василий Набускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Сейчас о других не менее актуальных темах в программе Итоги недели. Брест на текущей неделе в рамках рабочей поездки посетила председатель Совета Республики Наталья Качанова. На выездном заседании под ее руководством были рассмотрены такие темы, которые сегодня находятся во главе угла. Это эффективное использование охраны природных ресурсов через призму совместной работы природоохранных организаций и органов местного управления и самоуправления. Важность рассмотрения именно таких вопросов не вызывает сомнений ни у кого. Все потому, что это соответствует требованиям главы государства и решениям Всебелорусского народного собрания. Ведь безблагоприятной окружающей среды и экологической безопасности развития страны в принципе не представляется возможным. О том, на чем делался акцент на заседании Совета Республики и какие вопросы сегодня лежат на поверхности, которые в первую очередь нужно урегулировать, узнаете в следующем сюжете. Первым пунктом рабочей поездки Натали Качановой стало посещение совместного белорусско-германского предприятия «Санта-Бремор». Это уникальное предприятие делает все возможное, чтобы при использовании различных современных методов и технологий защищать окружающую среду. Так, на заводских холодильных установках уже давно отказались от вредного фреона в пользу более чистых агрегатов на базе СО2. В системах отопления используется принцип рекуперации, позволяющий сберегать до 80% энергии. На крышах многих производственных зданий и офисов стоят солнечные батареи. Компания «Санта» уже не первый год системно внедряет подходы в области ресурсосбережения, экологии. Это то, что действительно необходимо всем нам сейчас. И с одной стороны мы от этого имеем какую-то эффективность с точки зрения экономии, но с другой стороны мы делаем большое дело, которое мы ощутим и сами ощутят наши дети через чистый воздух, чистую природу. У нас в компании внедрена система и стандарт, который предписывает использовать природные хладагенты для нужд холодоснабжения. Сначала мы опробовали эти подходы на небольших объектах «Санта Ритейл». И вот несколько лет назад «Санта Брэмор» внедрила огромный холодильный комплекс на базе природных хладагентов. Например, 7 миллионов киловатт-часов – это ежегодно экономит комплекс на природных хладагентах «Санта Брэмор». Сегодня предприятию «Санта Брэмор» бесспорно есть, что показать и чем удивиться. И современные технологии внедрены практически повсеместно. Кроме заводских холодильных установок, есть и другие новшества. Так, с вводом в строй белорусской атомной электростанции компания «Санта Брэмор» постепенно уходит от сжигания газа в пользу электрических тепловых насосов. Это перспективная технология. К слову, такие применяемые на УХАУ являются уникальным для всей страны. Потому их нужно брать во внимание абсолютно всем предприятиям не только города, но и страны. Мы сегодня посетили предприятие «Санта Брэмор», увидели новые технологии, которые применяются. Вы знаете, я считаю, что мы просто должны, наши руководители предприятий и руководители местных органов власти, побывать на таких предприятиях для того, чтобы видеть те новации, которые внедряются там по сохранению окружающей среды. Это и использование вместо тепловых котлов насосы тепловые, которые используются. И вы знаете, я всегда говорю, не надо ничего придумывать, надо просто посмотреть, проанализировать, что есть в нашей стране и что уже применяется. И, конечно, вопросы, которые сегодня были озвучены тогда, когда мы посещали это предприятие, которые касаются тарифов, их, несомненно, надо дорегулировать. После посещения предприятия «Санта Брэмор» Наталья Качанова провела заседание, на которое были вынесены вопросы, имеющие общественный резонанс и способные влиять на поступательное развитие страны. Обращение с бытовыми отходами, рациональное использование земель, строительство современных очистных сооружений, замена светильников на светодиодные, восстановление лесов. Эти и другие вопросы сегодня стоят во главе угла у правительства. С этим согласен и губернатор Брестской области Юрий Шулейко. Он считает, что в числе ключевых слагаемых качества жизни людей и устойчивого развития региона, на первом месте своевременные решения проблем охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Выступая первым на заседании, председатель первого региона привел интересные цифры и факты. С августа текущего года национально-экологическая сеть пополнилась еще одним объектом. В ходе республиканского экологического форума в Столинском районе вновь объявлен заказник местного значения пойму львы площадью более 2000 гектаров. Такая работа будет продолжена до 2033 года. Планируем увеличить территорию особо охраняемых объектов более чем на 15 тысяч гектаров. Гордостью страны ее визитной карточкой является национальный парк Галавирской пущи, который стал уникальным туристическим центром международного масштаба. Ежегодно объект посещают более полумиллиона туристов. На развитие туристической привлекательности республиканского заказника работают все государственные природоохранные учреждения, которыми управляется 80% особо охраняемых территорий области. Тур-оператор региона в обязательном порядке включает посещение этих уникальных природных объектов в экологические туристические маршруты, которые полностью действуют в порядке 100%. Ежегодно на финансирование экологических мероприятий в рамках реализации государственной программы из местного бюджета тратится порядка полутора миллионов рублей. Помимо всего сказанного, Юрий Шулейко также акцентировал внимание на том, что в 2022 году дополнительно построено 24 станции обезжелезования. К концу этого года будет введено еще 33 такие станции. Проделанную работу и перспективные планы на будущее ценила председатель Совета Республики Наталья Качанова. Очень интересные цифры озвучил сегодня Юрий Витольдович. Мы увидели губернатор Брестской области. Это и в плане решения вопросов по озеленению и по вводу в эксплуатацию станции обезжелезования. Вот в этом году 34 станции обезжелезования будут введены в эксплуатацию. Это в два раза увеличенное количество высаженных деревьев и кустарников по отношению к тому заданию, которое было изначально предполагалось высадить. И это, конечно, работа всех руководителей по выполнению задач, которые стоят в плане энергосбережения, в плане природоохранных мероприятий. Вот поделился губернатор и тем, что каждое заседание исполкома, они заслушают вопросы, которые касаются наведения порядка, экологической безопасности. Это говорит о том, что здесь самое пристальное внимание уделяется этим вопросам, которые, несомненно, дадут свои результаты. Ведь это наше будущее, это будущее наших тех поколений, которые идут за нами. Сохранить экологический баланс, сохранить экологическую безопасность, а наша страна именно такая. Вторым спикером на заседании с докладом на тему сотрудничества Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с органами местного самоуправления по реализации государственной экологической политики выступил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. Он осветил формы сотрудничества ведомства с руководством первого региона по всем направлениям природоохранной деятельности. В комплексе ведется работа по развитию системы особо охраняемых природных территорий. За последние пять лет площадь особо охраняемых территорий выросла более чем на 53 тысячи, составляет 9,1% от площади республики. Огромная работа проводится по сохранению биоразнообразия. Наша страна входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде. В среднем погодности в год в одноучители приходит 6,1 тысяч метрокубической воды, что в 1,3 раза выше аналогичного среднеевропейского показателя. После выездного заседания уже есть вопросы, которые сегодня лежат на поверхности и которые нужно урегулировать. Главное, чтобы от всех исходила инициатива, чтобы не затягивали, не откладывали их решения, рассматривали уже сегодня. С таким посылом и наставлением Наталья Качанова обратилась к руководителям города и области. Ведь только совместно можно преодолеть все барьеры ради общего дома нашей планеты Земля. Также на этой неделе с рабочим визитом первый регион посетила делегации Иркутской области. Напомним, что год назад был подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительствами Иркутской области и Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2023-2025 годы. Программа совместной работы на территории Брещена была объемной и разнообразной. Восьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области Российской Федерации. Посещение крупных предприятий Брестской области, знакомство с образовательным и культурным потенциалом. Чего удалось достигнуть в этом году и какие новые договоренности заключены, расскажет Василина Буцкевич. Восьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области Российской Федерации – это возможность подвести итоги совместной деятельности в 2023 году и построить планы на будущее. Во время предыдущего заседания рабочей группы было утверждено 42 мероприятия для развития отношений сторон. По 32 работа завершена. Ещё по 10 работа продолжается. Иркутская область интересна для нашей страны и области, в частности, поставками металлов, машин и оборудования, продукциями, химической промышленности. Что я хотел бы отметить? Отметить то, что сегодня экспорт Беларуси в Иркутскую область возрос на 124%. То есть мы создаём условия для бизнеса, продукция ваша востребована, она конкурентна, и мы с этой стороны больше продолжаем. Со стороны экспорта Иркутской области, в том числе и Брестской области, и Республику Беларусь, он немножко не дотягивает до тех показателей, которые бы нам хотелось. Поэтому мы сегодня детально поработаем те направления, где нужно усилиться со стороны коллег из Беларуси, и все взятые на себя обязательства по экспорту точно должны реализовать. Что нового получается? Ну, во-первых, у нас 2025 год, год 80-летия Победы, и мы для себя ставим задачу, так называемое, посещение памятных мест времён Великой Отечественной войны, историческое наследие Брестская крепость. Мы готовы сегодня молодых людей из Иркутской области привлечь в рамках экскурсии на территорию Брестской области и посетили, чтобы они памятные места времён Великой Отечественной войны. Это новое. За 9 месяцев нынешнего года взаимный торговый оборот между Республикой Беларусь и Иркутской областью достиг отметки в 100 миллионов долларов США. В процентном соотношении темп экспорта нашей страны в Иркутскую область составил практически 125 процентов. Также наша страна начала поставки в Иркутскую область по более чем 100 товарным позициям. Это автомобили специального назначения, трубы, нефтепродукты, замороженные фрукты, говядина. В первую очередь надо отметить, что я ответственен не только за свою родную Брестскую область, а в целом за нашу страну. Поэтому здесь рассматривается всестороннее и считается весь объём нашего товарооборота. Но хотелось бы отметить, что он действительно за последний год значительно вырос. Мы добавляем порядка 30 процентов, причём сальдо даже положительное в нашу сторону именно Брещан по своему товарообороту, но и для Республики в том числе. Направление Иркутского края, оно нам интересно, очень промышленный регион. Он связывает нас с дальнейшим, будет и нашу страну, наверное, мы предприлагаем в авиастроении, потому что компетенции сегодня Барановичского нашего, одно из заводов, и то, что сегодня находится в Иркутске, где строится, так сказать, магистральный лайнер МС-21, есть поручение президента. Мы будем сотрудничать в этом направлении, и, наверное, это будет всё же на Брестской земле непосредственно. Сегодня на площадке Брестского областного исполнительного комитета состоялась встреча делегации Иркутской области во главе с двумя губернаторами, потому что Юрий Викторович отвечает непосредственно за продвижение и реализацию планов взаимодействия. И, наверное, сегодня из того плана намеченного мероприятия большая часть практически выполнена. Ряд мероприятий перенесены на 2024 год по, так скажем, объективным причинам, где требуется более глубокая детальная проработка. Мы сегодня видим заинтересованность развития двух областей, довольно-таки неплохие цифры по экспорту и импорту между нашими областями. И, конечно же, тут задействуют наши предприятия города, это и газопараты, и стим, и предприятия лёгкой промышленности, термопласт, ну и, соответственно, другие направления, которые сегодня находят более активное взаимодействие в части науки, образования, спорта и туризма. Ну и как бы это всё даёт, скажем, положительные моменты для наших областей, ну и, конечно же, развивая города. Деловая программа делегации Иркутской области включала в себя посещение ведущих предприятий первого региона, в частности, унитарного предприятия «Гефесттехника». Оно входит в состав группы компании «Гефест», которая занимается выпуском современной кухонной бытовой техники. В ассортименте газовые, газоэлектрические, электрические плиты, посудомоечные машины, встраиваемая техника. Сегодня 80% производимой продукции компании экспортируются за рубеж. Гостям показали производство и продемонстрировали образцы. Уровень предприятия отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и посоветовал обратить внимание «Гефесту» на рынок в Восточной Сибири. Мы все равно рассматриваем как электрические плиты приоритетные, потому что у нас по нашим нормам 9 этажей – это электрическая плита. Поэтому здесь коллеги должны четко смотреть на рынок, в том числе Восточной Сибири, о том, что мы заинтересованы, мы видим, что они есть на всех площадках, и в МВидео, и в других торговых центрах, но и на площадках маркетплейса они тоже присутствуют. Поэтому хорошее производство, вложено прилично, имеет свой рынок, имеет надежность, сервис есть. Я думаю, теперь осталось только по цене определиться. А так, конечно, радостно, что сегодня это предприятие замкнутого цикла, оно только получается исходные данные для развития своего производства, а все остальное у него закрытый цикл. Впечатляет 4,5 тысячи человек, качество, поэтому желаем успехов. Но мы тоже еще раз понимаем, что это индивидуальный такой выбор каждой семьи. Мы просто сориентировали там, где высотные здания, все-таки электрические плиты прилететь. Знакомство делегаций с образовательным и культурным потенциалом Брещена началось в Брестской крепости Герои. Гости из Российской Федерации с уважением и трепетом относятся к нашей общей военной истории. В память о защитниках и всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, рабочие группы возложили цветы к плитам мемориала. Очень важна, наверное, ту историю, которая хранит в себе вот эта территория. И те тайны, и ту, наверное, непосредственность, которая могла случиться с каждым, кто находился здесь. Но они сражались, сражались до конца. Мне поразила фраза «Мы не уйдем, мы бьемся до конца, потому что мы герои». Эта фраза как-то по-другому смотрится. Ты понимаешь, что человек уже понимает, что он погибнет, но он бьется, потому что это его родина. Культурно-образовательная программа делегации продолжилась в Брестском государственном техническом университете. Здесь прошло ознакомление с достижениями и возможностями вуза. Преподаватели и студенты продемонстрировали представителям сферы образования Иркутской области тематическую выставку, подробно отражающую деятельность всех пяти факультетов. Были представлены разработки в сферах строительства жилья с учетом сейсмоактивности и проектирования дорог, организации работы местных ферм в грязных зонах. Также гостей знакомили с ходом учебного процесса на базе ряда лабораторий, в том числе робототехники. Мы увидели реальные точки соприкосновения и механизмы взаимодействия, в том числе через российский и Иркутский университет и технический университет, аграрный университет в рамках возможностей быть полезными и в том числе организациями с объектом хозяйствования Иркутской области. Это вопросы связаны опять же с цифровым инжинирингом в сельском хозяйстве. Здесь мы видим возможности, перспективы привлечения других наших университетов, в частности, уже касаемо агрономии. Есть в вашем университете те преимущества, которые можно использовать и в Иркутской области, которые отметил губернатор, это по изучению сейсмики. У нас очень много домов, которые требуют реконструкции в связи с сейсмической активностью в нашем регионе. Это ваши разработки по строительным материалам, в частности, посмотреть с помощью ваших университетов, как можно перерабатывать золошлаковые отходы, которые накопились в Иркутской области в более 8 миллионов тонн. Определённые договорённости в сфере образования между сторонами в рамках рабочего визита были достигнуты. Так были подписаны соглашения о сотрудничестве между двумя российскими вузами – Иркутским государственным аграрным университетом имени Ежевского и Иркутским национальным исследовательским техническим университетом с Брестским государственным техническим университетом. Конечно же, с университетами нам интересна реализация совместных образовательных программ на уровне бакалавриата, на уровне магистратуры, обмен профессорско-преподавательским составом, стажировки студентов. Все те направления, которые сегодня активно развиваются между белорусскими и российскими университетами, мы надеемся, что это позволит и нашим преподавателям и студентам получить дополнительные компетенции российским студентам, получить те компетенции, которыми обладаем мы, ну и, конечно же, заявляться на совместные проекты. Итоги трехдневного визита председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко подвёл сегодня во время беседы с журналистами. Он отметил, что совместная работа по всем возможным направлениям будет продолжена, а также анонсировал крупный промышленный проект, который планируется реализовать в Барановичах. Мы вот вчера опять-таки посещали 558-й наш ремонтный военный завод авиационной техники, ну, есть хорошее, так сказать, намерение, не исключено, что Баранович станет городом самолётостроения. Есть такие поручения главы государства с Ростехом совместно, да, это конструирование, готовится сегодня, как бы, и бизнес-план, и изыскиваются сегодня источники для проектирования 19-местного самолёта, ну, различного значения, как транспортного, так и специального, как бы, для перевозки граждан, грузов и определённых выполнений функций. Ну, есть такие, как бы, то, что у нас есть компетенции, он может родиться и в Баранович. Василий Набускевич, Андрей Щерба, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, итоги недели. С 5 по 6 декабря Брест принимал гостей. Город стал базой для проведения второго республиканского обучающего семинара-практикума общественного объединения БРСМ. Участники форума – более 200 лидеров молодёжного движения, представители Министерства образования, Белорусского института стратегических исследований. Программа обучающего семинара-практикума нацелена на обсуждение вопросов осуществления образовательных, социальных и других программ, направленных на всестороннее развитие молодёжи, а также знакомство с организацией работы с молодёжью в трудовых коллективах на примере предприятий Брестской области и обсуждение предстоящей электоральной кампании. Не обошлось и без благотворительности и совместного труда. Василий Набускевич подведёт итоги семинара. Программа образовательного семинара БРСМ насыщена. Она включает в себя как теоретические, так и практические занятия с приглашением представителей Белорусского института стратегических исследований, Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований. Семинар, конечно, является командообразующим программным мероприятием, которое позволяет ребятам разнакомиться, пообщаться, обменяться практиками, опытом. Тематические блоки руководителей направлений, проектно-программной деятельности позволят ребятам расширить и те знания, которые необходимы им будут в регионах в работе с молодёжью. Сейчас, как никогда, важно, конечно, сделать акцент на работе с трудящейся молодёжью. И в этой связи семинаром запланировано посещение пяти крупных первичных организаций реального сектора экономики. Мы стоим на пороге очень важного события, мы стоим на пороге электоральной кампании. И, конечно, эти молодые люди тоже будут работать с молодёжью в части объяснения необходимости участия в избирательном процессе, участия в выборах как местного уровня, так и республиканского уровня представительных органов власти и законодательных. Поэтому тоже считаем своевременным, важным эту инициативу для того, чтобы мы могли в очередной раз мобилизировать всю нашу молодёжную общественность. Внимание нынешнего обучения сосредоточено на предстоящей электоральной кампании. В рамках семинара в Брестском облсполкоме прошло заседание республиканского штаба БРСМ по участию молодёжи в кампании по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва и местные советы депутатов 29-го созыва. Союз молодёжи пригласил на свой форум, посвящённый электоральным кампаниям, которые пройдут в Республике Беларусь в качестве эксперта, в качестве спикера. И мы поделимся своим опытом формирования личного бренда кандидатов в депутаты в медийном поле, в социальных сетях, на интернет-площадках, работе с лидерами общественного мнения для того, чтобы привлекать аудиторию к своим сообществам, к своим округам, к проблемам своим округам, к проблемам молодёжи, для того, чтобы будущие кандидаты в депутаты, которые будут выдвигаться от Союза молодёжи, которые будут поддерживать и оказывать поддержку кандидатам в депутаты в Палату представителей, могли грамотно выстроить свою работу, в том числе и в новых медиа. От теоретической части молодёжный актив перешёл к важной области деятельности БРСМ – помощи ближнему. В рамках республиканского семинара в Брестском областном общественно-культурном центре прошёл благотворительный концерт «Все краски жизни для тебя». Цель проекта – оказание материальной помощи и содействия в социальной адаптации детей, подростков, молодых людей, находящихся на попечении государства, а также детей-сирот и инвалидов. Уже много лет марафон – визитная карточка волонтёрского движения БРСМ «Доброе сердце». Сегодня мы реализуем наш ежегодный добрый проект – это волонтёрский проект «Все краски жизни для тебя», где мы проводим благотворительный концерт по сбору средств для Фисюк Николь. Этот проект действительно добрый, важный, эмоциональный и действительно очень важно, что здесь присутствуют наши активисты БРСМ, люди неравнодушные, представители трудовых коллективов, первичных организаций города Бреста и не только. Очень важно, что очень много наших организаций партнёров – это такие, как Белорусский союз женщин, коллеги адвокатов, фонд мира и другие, представители Белнефтехима, тоже поддерживают эту акцию и они готовы помогать финансово нашим особенным деткам. Нынешний марафон был посвящён брещанке Николь Фисюк. Она родилась недоношенной на 32-й неделе. Самостоятельно девочка не дышала, 21 день находилась в реанимации под аппаратом ИВЛ. Произошло кровозлияние в мозг третьей-четвёртой степени и повлекло последствия в виде ДЦП. С шести месяцев Николь стала проходить курсы в Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Все пять лет родители борются за здоровье дочери. На самом деле у неё очень хорошие результаты в реабилитации. После последней у неё очень сильный толчок в развитии, в речи. То есть я, если честно, была удивлена тому, как одна реабилитация, но она была долгая, она была 2,5 месяца, может изменить психику ребёнка. Ну просто мы до сих пор ловим её у мелки, да, и, ну, как кажется, мы наслаждаемся и радуемся тому, что она смогла приобрести. То есть она начала разговаривать больше, она начала объяснять всё, рассказывать. И, ну, конечно же, это понятно теперь, что у неё хороший сохранный интеллект, теперь стал и специалистом проверяющих там профессий. Вот, также она начала говорить, что и болит, и что для меня очень как для мамы важно, потому что я теперь не бегу, не переживаю, не даю все там лекарства, а знаю конкретно что и на что обращать внимание, что говорить врачу. Концерт для Николь стал настоящим подарком, она с удовольствием слушала музыку и аплодировала артистам. Но на этом сюрпризы не закончились. Белорусский союз женщин, Брестская областная коллегия адвокатов, приставил нефтепродукт, Белорусский фонд мира, БРСМ, подарили семье Фисюк денежные сертификаты на лечение. А союз молодёжи ещё и исполнил новогоднее желание девочки – подарил ей плюшевого гуся. Прекрасным завершением республиканского семинара стала молодёжная стройка патриотического центра в Брестской крепости. Здесь трудовые путёвки для работы на важном для молодёжи объекте получили студенческие отряды Брестского государственного университета имени Пушкина-Стахановцы и Белорусского государственного университета «Аэлита». Командир отряда, пожалуйста, также аплодисменты. Вот эти ребята, мы с ними уже сегодня провели такую достаточно большую беседу, они с большой ответственностью воспринимают эту работу, не относятся к какому-то проходному мероприятию, они очень серьёзно нацелены на результат. И работают, несмотря на такие уже достаточно холодные декабрьские дни, снег, но работают с горячими сердцами. И, конечно, сегодня мы также вручим очередной сертификат на сумму 50 тысяч белорусских рублей, очередная лепта, которую вложила молодёжь. Ребята очень хотят проявить себя достойно, ведь работа предстоит нешуточная, как в плане строительных работ, так и по гражданско-патриотическому воспитанию. То, что мы здесь делаем, это часть нашего общего дела. Мы помогаем строить будущее нашей страны. Я очень сильно люблю своё государство, свою страну, и я хотел бы внести лепту в строительство данного здания. Кстати, Патриотический центр получил свою табличку с QR-кодом, обозначившую новую точку притяжения на карте международного историко-патриотического проекта «Цифровая звезда». Сегодня будет оцифрован Брестский областной патриотический центр, установлена будет табличка с QR-кодом, их уже больше двух тысяч. И этот объект имеет особое, важное, сакральное значение для всей белорусской молодёжи, и не только белорусской, всей молодёжи бывшего многонационального советского народа. В портале «Цифровая звезда» в этом году появились и объекты историко-культурного наследия, точки геноцида советского белорусского народа. Но изначально этот проект задумывался как память в цифровом пространстве именно событиям Великой Отечественной войны. «Цифровая звезда» посвящена будет непосредственно молодёжному патриотическому центру, именно истории создания, то, что это был бывший штаб 125-го стрелкового полка, который героически принял боевое сражение с немецко-фашистскими захватчиками 22 июня 1941 года. Ну а дальше целый день дружной молодёжной стройки, в котором участие приняли не только студотряды, но и все участники семинара. В целом молодёжный форум получился информативным, полезным, разносторонним и крайне насыщенным. А каждый участник подчеркнул для себя новые знания и умения. Василий Новоскевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Итоги недели. В первый день зимы Брест резко поменял свой облик. Улицы заполнили рождественские домики с сувенирами, гирляндами и игрушками на любой вкус. А всё потому, что с каждым днём декабрьский календарь приближает Брещан к празднованию одного из самых долгожданных торжеств, которые одинаково любят и дети, и взрослые – Новому году. Казалось бы, впереди ещё три недели, однако предстоит сделать немало. Навести порядок в домах и квартирах, продумать свой яркий новогодний образ, закупить необходимые продукты к столу и, конечно же, нарядить красавицу ёлку и зарядиться самым волшебным настроением. В этом нашим Брещанам всегда помогает одно сказочное место – новогодняя ярмарка. На этот раз в мир сказки окунулась и наша съёмочная группа. Реальная возможность окунуться в мир волшебства – это Брестская новогодняя ярмарка. Чего тут только нет. Посмотрите, какой красивый новогодний шар. Так и хочется повесить его на самое видное место в своей новогодней ёлке. А какие свечи, хлопушки, фонарики, разноцветные гирлянды и мишура, так и кружится глава от изобилия такой красоты. Яркие горящие атрибуты праздника, которые представлены сегодня на всеми давно полюбившейся Брестской новогодней ярмарке. Так и манят берестейцев приобрести что-то эдакое. А выбрать, поверьте, есть из чего. Очень большой ассортимент. Очень много новиночек в этом году. Поэтому люди покупают в основном улицы, гирляндочки. Сейчас вот очень много новинок. И бахрома. Вот у нас много красивенького. И всяких цветов, всякого новшества очень много. Для домашних у нас очень, для дома очень много тоже новиночек. Сейчас пошли вот эти мишура. Ёжики очень красивенькие. Людям нравятся. Многие люди приходят. И как бы... Да то, что мы здесь, это уже новогоднее настроение. Уже вот зайдите, вы посмотрите, вы же снимаете, видите, что уже как бы с детками все вот радуются. И самовар у нас тут. И, ну, в общем, новогоднее настроение присутствует. Так что брещане и гости, заходите к нам на Гоголя. У нас здесь все супер красиво. С 10 утра и до 9 вечера на улице Гоголя многолюдно. Все потому, что открывают свои двери уже ставшие визитной карточкой города теремки с новогодним товаром. И каждый раз, как первый к их прилавкам, тянется народ. Кто-то приходит, чтобы заранее без суеты купить подарки родным и близким или пока прицениться. А кто-то просто соскучился по праздничному настроению. Вот маленькая Ева с мамой уже поставили дома елку и даже успели нарядить. Так сказать, создали себе уже новогоднее настроение. А на ярмарку пришли для настроения и мало ли что еще приглянется на их зеленую красавицу. Она у меня в разных цветах. Больше в красных цветах. Купили тут бутылочки веселые. Когда нам скучно, мы включаем и сразу становится веселее. Красиво, ярко, вообще супер. Очень хорошая атмосфера. Так что, всех с наступающим Новым Годом. Еще пока украшаем, подбираем всякие украшения, гирлянды, елочки. Все, готовимся. Елку еще не наряжали. Будем наряжать ближе к Новому Году. Любим такое праздничное настроение. Смотрим, приценяемся, смотрим, что по цвету подходит. Нравится. Ярмарки на любой вкус, на любой кошелек. Всего полно. Гирлянду купили. Вон еще какую-то свечечку купили. Купили свечечку на кабинете. В фаворизе маркетинга, конечно же, символ наступающего года дракон. Это мифическое существо представлено во всевозможных версиях. От масок, кружек, игрушек, магнитов до рисунка на варежках и носках. Вот чуть на ярмарке и традиционными блинами с чаем. Получить заряд бодрости, а также погрузиться в новогоднюю сказку могут брещане и на площади Ленина. Там появился настоящий новогодний подарок. В городе Бресте впервые появился каток под открытым небом, так еще и около главной новогодней елки. Людей столько много, как будто каток существует много-много лет. Вот и я решила взять свои коньки с полочки и опробовать новый каток. А каток весьма необычный и непривычный для брещан все, потому что покрытие синтетическое. С одной стороны, это хорошо, на нем можно кататься даже в плюсовую погоду. Главное – правильно подобрать коньки. С другой – нужно приложить максимум усилий, чтобы поехать. Однако в такой атмосфере все равно очень весело и очень красиво. В окружении сказочного города на площади Ленина с миниатюрными достопримечательностями и инсталляциями под музыку можно сполна ощутить волшебство приближающегося праздника. «Отличное решение для как раз-таки новичков, потому что когда слишком скользкий лед, тогда новичкам больно падать. А в данном случае есть возможность раскататься и чуть-чуть научиться, хотя бы стоять, маневрировать как-то. Поэтому, мне кажется, классное решение. Такого рода идеи мы наблюдали достаточно часто в фильмах, а в данном случае сейчас это реализовали на практике. По-моему, это здорово». «Мне каток очень нравится. Такая идея около елки мне очень нравится». «Каток, в принципе, очень красивый, я бы сказала, но вот лед не очень. Если в ледовом он очень хорошо скользится, здесь, мне кажется, просто ходить нужно, чтобы нормально как-то не упасть». За первую неделю с момента открытия каток посетило порядка трех тысяч человек. Да, цифра не маленькая. Именно она доказывает, что людям такой подарок от руководства города бесспорно нравится. «Очень пользуются спросом, в принципе. Это новинка для Бреста самого, в принципе. Я так думаю, что и для Беларуси. В Минске, говорят, есть точно такой же каток. И у нас сделали в этом году столь уникальное покрытие. Да, оно необычное, оно синтетическое. А в отличие от льда, очень резко отличается. Вот, потому что здесь скольжение не будет суперское, оно будет довольно-таки затрудненное. И здесь нужно приложить усилия для катания. И практически человек, который приспособится к этому, он может нормально кататься. Если вы видите, даже вот у нас в основном приходят дети, которые не умеют кататься, родители, которые не умеют кататься, для них это прекрасно. Они привыкают вообще к полотну, к самому льду. И когда они попадут в Ледовый дворец, они просто прекрасно будут понимать технику, как им стоять, как им ехать и все дальше. Здесь можно этому всему обучиться. Напомним, что 16 декабря будет открытие главной зеленой красавицы. А на новом катке под открытым небом выступят фигуристы с новогодней программой. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои, свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал Бук ТВ. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виктория Гапутина, говорю вам до встречи. И как всегда желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова